6 часов вечера это главные новости Екатеринбурга в ближайший час о самых важных событиях дня в студии Елена Руссо и Павел Кальцов От себя убежать можно, а вот от правоохранителей все сложнее. Заключенными Екатеринбургской колонии поселения надевают браслеты, но не те самые стальные, а электронные. С их помощью можно отследить каждый шаг осужденного. Впрочем, у аксессуара, уверяют, в колонии не только надзирательная, но и воспитательная опция. Они способствуют социальной реабилитации. Каким образом? Об иллюзии свободы Владислав Изюменко. Получите идентификатор, карту биометрической идентификации. Вы его включите. Получите, распишитесь. Заключенных в этой колонии поселения теперь держат на коротком, но виртуальном поводке. Перед тем, как отправиться на работу, каждый должен отметиться и получить специальный маячок. Благодаря ему надзиратели всегда знают, кто и куда пошел. Эти устройства стали применяться на стройках. То есть руководители на строительных площадках применяли эти устройства для того, чтобы знать, сколько у них сотрудников вышло на работу, где они находятся. Но мы пошли немножко дальше. Мы их стали применять в качестве устройств для организации надзора. Такая система работает в радиусе двух километров. В случае, если осужденный покидает установленные границы, он отмечается на мониторе специальной точкой. С такой системой далеко не убежишь. На мониторе видны все перемещения осужденных. Обмануть и подменить себя кем-то тоже не получится. Датчик считывает информацию под печатком пальцев. Сотрудники колонии отмечают, что это значительно упрощает их работу. Раньше мы ходили по проверкам, по приказу. Мы ежечасно проверяли на объектах, выдвигались. Обход осуществляли они куда-то. Но все равно отлучались где-то здесь. А в связи с получением новых биометрических карт, идентификации, нам гораздо проще стало. Они ставят отметку. И уже мы непосредственно на компьютере их отмечаем. С датчиком заключенные могут даже выходить на свободу. Например, работать за колючей проволокой. Каждый час проверка. По сигналу осужденные должны приложить к прибору палец. Это значит, они на месте. Вот она запекала. Эту технологию в колонии внедрили не только ради удобства надзирателей. Так, заключенных плавно возвращают к обычной жизни. Многие из них в скором времени выйдут на свободу. Ты получил трекер с биометрическими данными и спокойно передвигаешься, знаешь, что... Ну, чувствуешь себя, как сказать, более свободно, раскованно. И в том плане, что за тобой как будто никто не наблюдает. Пока система работает в тестовом режиме. Но если эксперимент удастся, ее внедрят во всех колониях-поселениях. Чтобы обрести свободу могли как стражи, так и заключенные. Владислав Изюменко, Олег Кузнецов. Главные новости Екатеринбурга.